Сергей Викторович, президент впервые за 10 лет будет выступать на сессию ООН. Получается, что России особенно важно именно сейчас сформулировать некие вопросы своей внешней политики, быть услышанной. На Ваш взгляд, что именно сегодня важно сакцентировать и донести до тех, кто будет на сессии ООН? То, что президент едет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, это прежде всего связано с тем, что сессия не рутинная, она юбилейная. Семидесятилетие ООН, семидесятилетие победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, эти все даты приходятся на этот год. И ООН была создана благодаря победе над фашизмом, поэтому проводится саммит, специально посвященный этой юбилейной дате. И подавляющее большинство лидеров едет на Генеральную Ассамблею. Это причина, которая, если хотите, носит протокольный характер. И содержательно, конечно же, нашему президенту России есть всегда, что сказать по вопросам международной политики. Мы активно занимаемся глобальными проблемами, являемся участниками многих важнейших объединений, которые решают ключевые кризисные ситуации. И поэтому мы весьма и весьма активно вовлечены во все эти процессы, во все эти дискуссии. В этом году, учитывая, что юбилейный характер сессии предполагает участие высшего руководителя Российской Федерации, конечно, мы исходим из того, что президент Путин изложит наши принципиальные оценки по наиболее злободневным проблемам современного мира. А таковыми, конечно же, являются, прежде всего, системные вопросы, которые возникают в связи с попытками затормозить объективный процесс формирования нового многополярного мироустройства, которое отражало бы объективное формирование новых центров экономической, финансовой мощи и политического влияния. Ну и отсюда растут уже все те темы, которые у всех на слуху. Это и борьба с терроризмом, которая должна вестись без двойных стандартов и не должна делить террористов на плохих и хороших. Не должна предполагать, что с кем-то из этих плохих людей, экстремистски настроенных, можно взаимодействовать для достижения каких-то конъюнктурных геополитических целей. Это и, конечно же, и проблематика односторонних мер принуждения, причем не только в отношении Российской Федерации. Сейчас, знаете, как наши западные партнеры, прежде всего, под воздействием, наверное, американской психологии, утрачивают вообще культуру диалога и культуру достижения дипломатических развязок. Иранская ядерная программа была ярким и очень редким исключением. В большинстве других случаев, в конфликтах, которые на Ближнем Востоке, на Севере Африки продолжают разгораться, пытаются прибегать к мерам либо силового прямого вмешательства, как это было и в Ираке, и в Ливии, в нарушении решений Совета Безопасности ООН, либо прибегают к санкциям, вот запустили какой-то политический процесс по внутреннему урегулированию, будь то в Йемене, будь то в Южном Судане. И процесс так, причем пытались со стороны извне стимулировать и навязали, по большому счету, и в одном, и в другом, и в похожих случаях, такую схему, которая, ну, если бы она была более прочно, основана на договоренностях самих сторон, а не на советах и рецептах снаружи, она была более долговечной. А как только эта схема начинает буксовать, а это неизбежно, когда навязываются спешные решения, тут же вот вынимают санкционные свои дубинки и говорят, давайте мы тех, кто не хочет сотрудничать по этой схеме, будем наказывать. Это долгая история, но вообще вот этот вот рецидив и одержимость, я бы сказал, санкционными мерами, как только что не получается, вот по нашим западным партнерам, по их лекалам, тут же вот хватаются за инструмент санкций. Так что и эта тема, и тема, конечно же, дробления мирового экономического пространства, поскольку сейчас в рамках Всемирной торговой организации буксуют переговоры по обеспечению универсального подхода к новым сферам экономических связей между государствами, технологических связей между государствами. Обо всем этом президент будет говорить. Конечно же, он коснется и конкретных аспектов, таких как Сирия, украинский кризис. Все они, эти кризисы и многие другие, проистекают из системных проблем в отношении попыток затормозить процесс формирования полицентричного мира. Самый свежий из кризисов, который вытекает из как раз существующих проблем, это кризис с беженцами, которые идут в Европу. И понятно, что люди бегут от войны, оказать им в убежище невозможно. Но, судя по всему, Европа уже раскололась. Принимать, не принимать. Беженцы бегут в более богатые страны, не тормозя ни в Болгарии, ни в Сербии, ни в Венгрии, нигде. Россия об этом кризисе предупреждала. И вот сейчас он разразился. Почему именно сейчас и, на ваш взгляд, как его преодолеть? Ну, почему именно сейчас, мне ответить трудно. Это могло случиться на полгода раньше, могло случиться на полгода позже. Наверное, именно на нынешний момент пришелся пик того насилия, которое насаждается в регионе Ближнего Востока и Севера Африки прежде всего так называемым исламским государством, которое является собой абсолютно новое явление с точки зрения борьбы с терроризмом, потому что эта структура захватывает не отдельные объекты, не отдельных граждан, а захватывает огромные территории. Уже сотни тысяч квадратных километров захватили и в Ираке, и в Сирии, причем уже создали какое-то именно квази-государство, если хотите, выводят свои порядки, жестокие, бескомпромиссные, используют природные ресурсы для того, чтобы продолжать подпитывать свою террористическую деятельность. И не только Сирия и Ирак, не только огромная часть этих стран, но и в Ливане, в Йемене, в Афганистане, в Ливии. Это исламское государство уже пустило свои корни и побеги. Но и публикуют карты своего халифата, на самом деле буквально от Португалии до Пакистана. Это заявка на господство в исламском мире и заявка на то, что даже части нынешние, географические части не исламского мира тоже должны стать составным элементом этого халифата. Это абсолютно новое зловещее явление. И, конечно, борьба с ним будет долгой, будет сложной, но без этой борьбы мы не сможем успокоить этот регион, а без успокоения этого региона люди будут жить там в страхе и будут продолжать бежать в поисках лучшей жизни. Второй элемент, конечно, нужно иметь в виду, что борьба с терроризмом многогранна, и она обязательно должна включать в себя идеологический компонент. Пока не урегулированы конфликты, которые на Ближнем Востоке сохраняются, в том числе Палестино-Израильский конфликт, давайте будем откровенны, молодежь с молодых ногтей, радикалы будут воспитывать в неприятии нынешних порядков, в неприятии каких-либо мирных переговоров, потому что, известно, они учат в своих медресе и прочих учебных заведениях тому, что палестинское государство было обещано в конце 40-х годов, сразу после создания ООН, его до сих пор нет и никогда не будет, поэтому ставка на переговоры о его создании бесперспективна, давайте будем выступать с силовыми методами для того, чтобы добиться уважения своих прав. Это на самом деле впитывается в мозги молодых ребят, молодых девушек, это помогает вербовать и террористов, и смертников, и, в принципе, воспитание в духе умеренного, правильного ислама, оно обретает очень важное значение. Есть и такой аспект, как подпитка терроризма, в том числе за счет незаконной торговли наркотиками, за счет вообще наркоиндустрии, которая развивается и пышно расцветает, прежде всего за счет такого попустительства, которое проявляли войска НАТО в Афганистане. Мы многократно призывали их уделить больше внимания искоренению наркоугрозы. Они абсолютно закрывали на это глаза, не желали этим заниматься. Много аспектов о борьбе с терроризмом. И, конечно же, для того, чтобы люди оставались на Ближнем Востоке, для того, чтобы он не терял своей многонациональной, многокультурной, многоцивилизационной общности, очень важно обеспечить нормальные социально-экономические условия. Да, многие из тех, кто сейчас бежит в Европу, это экономические беженцы. Они просто хотят более спокойно и более благополучно жить. Но многие люди просто бегут из-за того, что они не могут заработать себе на кусок хлеба. И, конечно, создавать условия для развития, создавать новые рабочие места, также очень важно. То есть безопасность, экономика, социальная сфера и сфера воспитания, сфера идеологии, если хотите. Многослойный подход. Россия выполняет все свои обязательства по Международной конвенции. Всех тех, кто подпадает под категорию беженцев, мы принимаем и будем принимать в Российской Федерации. Иногда даже делаем это далеко, выходя за рамки тех критериев, которые положено применять, имея в виду беженцев с Украины. У нас их около миллиона. Причем огромная их часть, где-то между 1,3 и 50% этих лиц, они просят российского гражданства или какого-то иного постоянного статуса в Российской Федерации. Лагеря для этих беженцев, многих расселяют по домам, но есть и лагеря в Ростовской области, в других областях. Они признаны образцовыми по линии управления у Верховного комиссарона по делам беженцев. Есть у нас, конечно, беженцы и с Ближнего Востока, в том числе многие из Йемена, многие из Сирии, которые перебирались к нам еще на ранних стадиях этих конфликтов. Мы сочувствуем нашим европейским соседям в связи с той проблемой, с которой они столкнулись. Я думаю, что они ее решат и в итоге договорятся о каких-то квотах. По крайней мере, информация об этом уже поступает. Это их внутреннее дело в Евросоюзе не просто с учетом и традиций, с учетом и разницы в жизненном уровне и вообще в финансовом положении стран-членов ЕС, какие-то давать советы извне, но в том, что касается нашей роли, мы готовы ее сыграть. Страны Евросоюза уже обратились в сайт безопасности ООН с просьбой помочь им разработать резолюцию, которая будет санкционировать действия военно-морских сил стран Евросоюза в Средиземном море по перехвату нелегальных конвоев с мигрантами, которых контрабандным путем пытаются переправить в Европу. Мы готовы рассматривать в сайте безопасности комплексный подход к решению проблемы мигрантов, но, разумеется, в том, что касается каких-то принудительных действий, потому что многие в Европе говорят не только об аресте судов в нейтральных водах, но и о действиях в территориальных водах и на сухопутной территории, в том числе той же самой Ливии, в применении силы, если будет выявлено, что судно незаконно захвачено или никем, нигде не зарегистрировано, и даже выступают за то, чтобы получить право от сайта безопасности от этих судов избавляться, как там написано, топить их, что ли, хотят. Множество вопросов возникает. Мы уже не раз говорили, что отныне и впредь, наученные тем, как наши западные партнеры порой умеют интерпретировать резолюции сайта безопасности, мы будем готовы санкционировать принудительные меры, только если они будут максимально, конкретно и очень строго регламентированы в самой резолюции, не допуская какого-либо двойного толкования. Я думаю, что речь могла бы идти об аресте судов подозрительных в открытом море. Если судно идет под флагом какого-то государства, то такой арест, такая остановка должна быть осуществлена с согласием этого государства флага. Если судно никак не идентифицировано, то, наверное, тогда с такого согласия не требуется. Его нужно остановить, проверить, кому он принадлежит, что он увезет. Во-вторых, помимо строгой регламентации этих действий, нужно понять, что будет с теми беженцами, прежде всего, если на этих судах будут обнаружены люди. Пока европейская сторона нам ответов на эти вопросы дать не может. Как она не может ответить на вопрос о том, а что же будет с самими преступниками, которые этот бизнес организуют и будут захвачены на этих кораблях. И что будет не только с исполнителями, но и с теми, кто кукловодит всем этим процессом из какой-то другой страны. Так что, здесь тоже нужен подход комплексный, и тут торопиться не надо. Но и, безусловно, во всей этой дискуссии мы хотим, чтобы наши партнеры извлекали уроки из своей прошлой деятельности. И просто, чтобы все мы понимали, откуда и почему берутся эти волны беженцев. Вот мы говорили о террористической угрозе, мы говорили о неурегулированных конфликтах, очень часто пытаются урегулировать тот или иной кризис ради достижения какой-то сиюминутной политической цели, абсолютно не уделяя внимания тому, какое влияние вот та или иная акция будет оказывать на общую ситуацию. Ливия, хороший пример, решили свергнуть неугодного диктатора. И это, в общем-то, закрыло все остальные какие-то мысли, оценки. Я разговаривал с нашими американскими коллегами, с европейскими коллегами, из тех, кто участвовал непосредственно в этой акции, и показывал им, что именно после их совершенно бездумных действий, противоправных действий, в нарушении того мандата, который был выдан с этой безопасностью, Ливия превратилась в черную дыру, которую сейчас используют террористы всех мастей. Там есть два парламента, два правительства. У каждого из этих политических органов есть свои вооруженные формирования. А помимо этих вооруженных формирований еще 35 боевых отрядов, которые не подчиняются ни Тобруку, ни Триполю. И из Ливии идет огромный поток нелегального оружия в самые разные страны. По оценкам ООН, больше, чем в 10 странах Африки уже это оружие давным-давно появилось и применяется. И через Ливию идет основной поток вот этой контрабанды, контрабандной торговли людьми, если хотите. Вот мои коллеги, понимаете, это очень показательная реакция. Говорят, ну что, ну это было, да, ну мы тогда ошиблись. Так же, как нам говорили после того, как Ирак вот оказался на грани раскола, что и в Ираке тоже американцы ошиблись, ну что мы сейчас будем копаться в истории. А вот я считаю как раз, что если мы не будем извлекать эти уроки, если мы не будем делать работу над ошибками, то мы будем постоянно натыкаться на все новые и новые кризисы, которые будут приносить все новые, разрушительные, очень негативные и опасные последствия типа вот таких потоков беженцев. Мы планируем в Совете Безопасности эти вопросы очень предметно и подробно обсуждать. Вот сейчас самый такой животрепещущий пример Сирия. Ведь беженцы конкретной Сирии бегут и от ИГИЛ, и от гражданской войны. Позиция России, войну нужно прекратить. Президент предлагает пакет мер по борьбе с терроризмом. Как наши партнеры воспринимают этот пакет мер? Ведь на первый взгляд вот не дипломаты, складываются странные ситуации, когда американцы продолжают настаивать за то, что нужно поддерживать антиастикскую оппозицию. Вам звонит Керри, по-моему, уже раз в неделю и обвиняет Россию в том, что мы мешаем Америке бомбить Сирию, и нам закрывают пространство воздушных третьих стран, через которые мы пытаемся доставить гуманитарные грузы. Что происходит? Я думаю, что наши американские партнеры просто либо не очень продуманно изначально создавали свою коалицию, либо замыслили ее таким образом, что у нее какие-то иные цели, нежели те, которые были объявлены. А коалиция создавалась очень спонтанно, буквально за несколько дней было объявлено о том, что там несколько десятков стран в нее входят, начались какие-то удары. И вот когда анализируешь, как работают авиации этих стран, входящих в коалицию, то тоже странные впечатления, иногда такая мысль закрадывается, что, наверное, все-таки что-то есть еще в задачах этой коалиции, помимо заявленной цели борьбы с ИГИЛ. Могу сказать, надеюсь, я никого не подведу, некоторые наши коллеги, которые, и стран, которые входят в эту коалицию, говорят, что у них вот есть, бывает даже информация о том, где конкретно в данный момент, на каких позициях находятся те или иные подразделения ИГИЛ, а командующие коалиции, естественно, это Соединенные Штаты, согласия на удары не дает. Повторю, я не хочу, естественно, никаких делать выводов, мало ли, какие есть оценки, какая информация, у командующего, может быть, у других такой информации нет, может, какие-то есть там высшие соображения, но вот поступают такие сигналы. Что касается наших подходов, то они абсолютно прозрачны. Мы все эти годы, с самого начала Арабской весны, как только она деградировала в активизацию террористов и экстремистов, которые стали, значит, пытаться свергать режимы в различных странах и стали получать поддержку в этом тех, кто также негативно относился к соответствующим лидерам, мы заявили, что мы будем помогать сирийскому руководству, так же, как мы помогаем иракскому руководству, руководству других стран, которые сталкиваются с террористической угрозой. И наше военно-техническое сотрудничество преследует именно эти цели. Безусловно, поставки вооружений, они были и продолжаются и будут продолжаться, они неизбежно сопровождаются направлением наших специалистов, которые помогают наладить соответствующее оборудование, помогают обучить сирийский персонал для обращения с этими вооружениями. И здесь нет абсолютно никакой тайны, никаких секретов. Поэтому, слышав все эти домыслы о том, что мы что-то там резко, качественно, радикально изменили в своем подходе, не могу, конечно, с этим согласиться. Но, вот, что хотел бы отметить, коалиция действительно объявлена для того, чтобы бороться с ИГИЛ. Мы говорим об этом давным-давно, когда еще никакой коалиции Соединенные Штаты не создавали. Причем не только с ИГИЛ, но и с Джабхат-Ан-Нусрой, с подобными крайне ультрарадикальными террористическими экстремистскими группировками. Если целью стоит не допустить консолидации вот этой территории Ирака и Сирии в качестве такого ядра халифата, задуманного ИГИЛ, то надо помогать прежде всего тем, кто воюет на земле с этими бандитами, то есть иракской армией, иракским курдам, сирийской армии и сирийскому курдскому ополчению. И мы, собственно говоря, ровно за это и выступаем, призывая координировать усилия между всеми теми, кто находится на земле. Помимо упомянутых мной отрядов сирийского правительства, иракского правительства, курдов, там есть еще отряды оппозиции сирийской, оппозиции, которая не является сборищем наемников, там немало таких отрядов. У этих отрядов есть внешние спонсоры. Было бы очень важно, чтобы и вот эти боевые подразделения тоже координировали свои действия против ИГИЛ. И в идеале те авиационные возможности, которые есть у коалиции, и которые не бесполезны. Хотя одними ударами с воздуха ничего не решишь. Нужно обязательно координироваться с наземной операцией. И вот если бы коалиция вступила в контакт не только с иракским правительством, с кем она договорилась, но и с сирийским правительством, и соответственно обеспечивала бы гармонизацию подходов своих и тех сирийских военных структур, которые работают на земле, вот это было бы уже, наверное, гораздо более эффективно, нежели то, что мы наблюдаем сейчас. И когда нам... Никакую не хотят с Ассадом договариваться. Не хотят, публично объявляют, и более того, говорят, что мы бы приветствовали вклады России, любого другого государства в борьбу с ИГИЛ, если только это не будет укреплять позиции Ассада. Но если вообще исключить армию Сирии из участников борьбы с ИГИЛ, то это абсурд какой-то, потому что наиболее, если брать все перечисленные мной возможности, то наиболее эффективная военная сила на земле это сирийская армия. И такой еще момент, понимаете, когда нам говорят, вот еще и Австралия присоединилась коалиция, она тоже будет бить по ИГИЛ без каких-либо шагов, которые укрепляли бы позиции Башара Асада. Англичане уже бомбят сирийскую территорию, убили нескольких джихадистов и заявили, что это реализация их суверенного права на самооборону. Франция подключилась уже не только к бомбардировкам территории Ирака, на что есть согласие Багдада, но и к бомбардировкам территории Сирии, на что согласие Дамаска никто не спрашивает. Я даже иногда задаюсь вопросом, может быть, все хотят, чтобы мы тоже сказали, что будем наносить удары по террористам в Сирии, не спрашивая Башара Асада, потому что получается, что это опять какая-то игра в придуманную схему непризнания легитимности. И ради чего? Я уже не раз высказывался по поводу того, что когда нужно было ликвидировать сирийское химическое оружие, абсолютно легитимно воспринимался президент Асад, его действия по присоединению к соответствующей конвенции приветствовались в резолюциях Совета Безопасности. И прошел год, и он перестал быть легитимным только потому, что теперь значит, это не химическое оружие в качестве угрозы, не химические вещества, а террористическая опасность. Это идеологизированный подход, я думаю, что он не принесет того результата, на который мы все рассчитываем, а результат принесет скоординированная, без двойных стандартов, деэделогизированная борьба с терроризмом, с тем, чтобы видеть приоритеты, а все наши западные партнеры без исключения говорят нам, что они прекрасно понимают, что сейчас является главной угрозой на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Это совсем не режим Асада, а это ИГИЛ. Вот если это все признают, правда, многие говорят это шепотом и не решаются открыто все это сформулировать, но если это признается, то надо честно притворять этот факт в практические действия. То есть, вы думаете, они готовы все-таки услышать наши предложения? Я думаю, они все прекрасно слышат. Просто заидеологизированность и заангажированность на смену режима в Сирии, которая была продекларирована несколько лет назад, она не дает им сейчас возможности изменить свою позицию. Может быть, они опасаются потерять лицо, они же, знаете, многие политические деятели на Западе смотрят на электорат, как будет воспринято то или иное действие, и уже они себя загнали в такой глухой угол, заявляя, что Асаду нет места в будущем Сирии, с Асадом за один стол не сядем, вообще ничего общего с ним иметь не будем. Для политиков это ошибка, большая ошибка. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok